Рождество Христово Сюжеты, искусная игра актеров подарили огромное удовольствие всем гостям. А в общественно-культурном центре всех желающих ждали на большой юбилейный рождественский концерт. Он открыл ряд мероприятий, посвященных знаковым датам – 95-летию со дня образования и 30-летию со дня возрождения Гомельской епархии. Символично, что в начале 2020 года на сцену вышли именно 20 коллективов из разных уголков Гомельщины. Архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан поздравил и благословил женщин, у которых 6 и 7 января в областном роддоме появились на свет дети. В рождественский сочельник и светлый праздник здесь родились 7 девочек и 3 мальчика. Впервые стали мамами или утвердились в этом статусе женщины из Гомеля, Чечерского, Жлобинского, Ветковского и Калинковического районов. С благотворительным визитом Ладыка посетил и Центральную городскую детскую поликлинику в Гомеле. Он встретился с руководством и персоналом заведения, а также маленькими пациентами, поздравил всех с праздником. К Рождеству Гомельская епархия подарила поликлинике специнвентарь для кабинета реабилитации и, конечно, сладкие подарки для детей. Детский дом семейного типа открыли в Мозоре. Уютный коттедж стал теплым очагом для пяти детей-сирот. Приемные родители – Галина Филиппова и Валерий Авдюнин. У них двое собственных взрослых детей, которые уже покинули семейное гнездо и обустраивают жизнь самостоятельно. Поэтому супруги решили поделиться теплом с детьми, которые были лишены родительской заботы. Теперь на воспитании мазырян пятеро детей – два мальчика и три девочки. Общая площадь двухэтажного дома – почти 190 квадратных метров. В Гомеле прошло расширенное заседание областного совета Республиканской общественной организации «Белая Русь» на повестке дня обсуждение итогов прошлого года и постановка целей на 2020. В 2019 году реализованы масштабные проекты по опразднованию важной юбилейной даты – 75-летия освобождения Беларуси. Получили продолжение благотворительной программы по оказанию помощи пожилым людям, детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным семьям и всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В конце года Гомельская областная организация «Беларуси» принимала активное участие в кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания. 2020 год будет отмечен самой важной для страны политической кампанией – выборами президента Республики Беларусь. На предприятии Гомель-обои продолжают тестировать новую очистную систему для линии производства виниловых обоев. Если претензий по-прежнему не будет, завод выйдет на проектную мощность на следующей неделе. Газоочистная плазмокаталитическая установка российского производства представляет собой комплекс с четырьмя уровнями – грубой очистки, электростатическим модулем, плазменной деструкцией и угольным фильтром тонкой очистки. Выхлопы, которые ранее выбрасывались в виде продуктов горения и попадали в атмосферу, теперь остаются на фильтрах. Пусконаладочные работы показали хороший результат. Запах и дым отсутствуют. Лаборатории дважды в день проводят соответствующие замеры. Превышение допустимых норм не обнаружено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова